И родители вот этого отца Павла, к которому вы сейчас идёте, Пётр и Валентина, вот вы с нами провели беседу. Я была настроена, что священники все пьют, курят, деньги берут, вот, и всё прочее, прочее, что с этим связано. И православные — это не совсем люди, которые ни Бога не знают, и не читают Слово Божие, и всё, и нечего там с ними. Вот, а мы, значит, вот у нас община хорошая, мы ревнуем, и у нас благовестие везде, и в автобусах, и мы это делали. И делали очень это, ну, искренне, не бескорыстно, мы не то, что мы ничего, нам не надо было, кроме того, чтобы мы понимали, что мы делаем дело Божие, дело Христа. Вы нам объяснили, что священники, значит, вот у них они рукоположенные, они законные, вот это, и мы должны, значит, а те, которые... Во-первых, вы нам поставили вопрос, что, а вы знаете такого, который там пьяница и блудник и всё? Мы, конечно, мы никого не знали, мы говорили так, люди говорят, и мы, значит, повторяли. Вот, и нас это, очень как-то ваш вопрос, он нас, ну, как бы остановил, чтобы мы меньше говорили, а всё-таки как-то разобрались, вот. И потом, ну, там из-за язык славянский, из-за всё, мы, что там ничего не понятно, и ничего там не проповедуют, и не говорят, и люди не дебилю не читают, в общем, всё вот это вот такое. Вот, когда вы нам объяснили саму ценность церкви, вот, православной, и что именно православная, потому что вы-то говорили с нами не так, как там люди неверующие, уже же мы верующие люди, нам надо было только указать, что истина в православии, и что нам надо ходить в церковь, в храм, а не туда, значит, ну, как это сборище, как это так вот считается, сборище там, сектантское. Мы это всё поняли, приняли, поверили, что это так. И вы направили нас, Санна Филипповна, к отцу Антонину. Это был священник в соборе, вот тут вот на Успенский соборе, на Советской армии, самый молодой священник. Перед тем, как вы уезжали, вы сказали, что вот я уезжаю, вот я разговаривал со священником, он такой и такой, вы описали его внешность такой, светлый, приветливый такой, ну, в общем, вот такой. И вы сказали, что вы потом подойдёте к нему, потому что мы ничего не знаем. Как к священнику подойти, что спрашивать, и как вообще в храм там, вот ничего. Как пришла я с вами в четверг тогда, в Великий четверг, вот тут один раз в службе, так больше после этого мы с вами не были в храме. Мы были, беседы там проводили, Анна возила вас везде, там по баптистам. Ну, в общем, вот так. И вы сказали, вы к такому-такому подойдёте, и он вам там потом подскажет дальше. Но мы не подошли к нему, потому что мы не знаем, и стеснялись. В общем, короче, нам попал уже отец Василий Мужилов, вот, и мы уже так с ним, он нам так сказать, уже потом нас наставлял православие. Вот, так я хочу спросить, что мы тогда настолько поверили глубоко и всё в своё заблуждение, что там заблуждения, священства нет, и всего вот этого нет, и что вот это вот все эти, там, наши выступления, там, вот это вот, вы ещё говорили, что на едах, да, показывали, что, ну, в общем, вот, что всё это, оно ничего не даёт для спасения души. Это вот всё вот так вот. И мы, значит, перешли, оставили мы то, претерпели там гнение, нас там хорошо, сильно нас там погнали оттуда. Правда, нам это так помогло, что погнали нас, потому что иначе мы бы, мы понимали, что там любовь такая, что там все, что, что это там православные такие, батюшки там, священники, а тут такая любовь, а потом как проявили к нам любовь, такую, что сказали, что даже никто не подходите и не приветствуетесь и не разговариваете с ними, и всё. Мы на целый квартал отходили там, чтобы, потому что нас боялись люди. Ну, в общем, ну, мы это всё перенесли, всё это прошло, всё это, вот. А вот теперь вы вот так вот говорите про священников, всё. Так, по-моему, что они же те, которые тогда были, и теперь такие. Ничего не изменилось. Вопрос в чём состоит? Ну, в чём, вот почему. Разница, поясняю, поясняю. Вы другие стали. И с вами разговор идёт по-другому. Я не догматик. Я меняю тактику. Вам достаточно того было. Сегодня вам нужно смотреть шире. Вот они не проповедуют. Да, и с этим надо согласиться. Не защищать. Не проповедуют. Они сознают, священники? Да. Вот я говорю, я выступаю в епархии, в прошлом году в епархии, в московской патриархии. Священники ни один, ни одного слова против сказать не может. А я им говорю слова, которые сказал Серафим Саровский. Я за то, что большая часть священников погибает. Что они не учат народ. И у нас каждый пятый священник запрещенный. Пятый, каждый. Из 100 священников 20 запрещенных за неблагодные дела. Я обязан это говорить. А ну так хорошо. А ну если бы вы нам тогда сказали. А тогда нельзя. Я говорю, другое состояние ваше было. Вы это сами все увидите. Мне нужно было вам показать. Вне церкви нет спасения. Иларион Троицкий о чем пишет. Нет спасения. Деяние апостола 2.48. Ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вы это увидели. А остальное дальше увидите. Я никогда, ни тогда, ни сейчас вам не показывал защищающим себя беззакония. Они не учили. Они и не учат. Но есть те, которые начинают учить. Не было даже погружения где. Не крестят. Сейчас купели везде строят. Вот была книга такая. Сейчас она вышла. Закон Божий. Закон Божий от зарубежного. Там на букву С. Как не знаешь. Слободской. Слободской. И вот там пишут, что раньше говорили, когда крестишься, то нужно полагать на щело, на грудь, во освещение чувств, правое и левое. Поклон. Я всегда говорил, это неправильно. Если нарисовать черту, то вот здесь за черту вот пронесли, а это выше. Крест перевернутый. А сейчас прямо это рисуют и говорят. А то надо же, столько лет до революции учили неправильно. И один благочестивый человек нам указал на это теперь на шревах, где пул. А почему не указать, кто этот благочестивый человек-то? Ну они ошибались. Да как, по-твоему, что книжки ошибаются? Ошибаются. Ты просто нарисуй вот эту черту, плечи, и куда ты стоишь на грудь. Какое освещение? Когда говорим об Иисусе Христе, мы рисуем крест. Крест Иисуса Христа на Голгофе. И все мысли должны быть о Голгофе, а не о освещении чувств. Господи, Господь всему, Иисус Христос, через лево, девы, не через грудь, получил ты имя, Иисус Христос. Сын Божий, вознесся по правой стороне, на левую, и помилуй меня грешного, чтобы на левой стороне не стоять. Вот и все. Так, отпускай меня с тобой. Я допускаю. Спаси, Христос. Я вас отпускаю. Это на разном этапе тебе как раз то и необходимо было, что ты получила. А сегодня...